Добрый день на телеканале Россия Вести Кабардино-Балкария. О самых важных событиях в республике в ближайшие 15 минут расскажут корреспонденты нашей программы. Я Марина Ярославская, коротко о главном. Экологически чистое сельское хозяйство. Минсельхоз вводит новые правила выращивания овощей, а республиканские аграрии борются за приз выставки «Золотая осень». Дела духовные. Поможет ли богословная декларация мусульманам России? Просветительский центр «Аль-Васатия» на международном семинаре в Нальчике. Опять за парты. Мигранты учат русский. Ликвидация безграмотности среди иностранцев от ФМС. Крупное ДТП на участке федеральной трассы «Кавказ». Авария произошла сегодня в половине седьмого утра возле селения Кубатаба. Легковая машина попала под колеса Камаза. Жертвами автокатастрофы стали четыре человека. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Вас» – машина принадлежит одной из начальских фирм «Такси» – выехал на полосу встречного движения. Водитель грузовика П пытался уйти от лобового столкновения, но удара не избежал. Пассажиры «Такси» – это трое молодых людей, направлявшиеся в Нальчик. И сам водитель погибли. Спасти пострадавших, прибывшие на место происшествия, бригаде скорой помощи не удалось. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Как рассказал диспетчер «Такси», водитель «Семерки» свой рабочий день закончил за семь часов до происшествия и, скорее всего, решил заработать извозом после смены. Известен и стаж вождения «Таксиста» – пять месяцев. Права он получил только в марте. На месте ДТП сейчас работает оперативно-следственная группа. Проводится расследование, сообщает пресс-служба Республиканского ГИБДД. Другим темам. В ВВЦ открывается традиционная октябрьская выставка «Золотая осень». Участие во всероссийском агропромышленном конкурсе примет и Кабардино-Балкарская республика. Наша делегация под руководством премьер-министра Ивана Гертера сегодня отправилась в Москву. «Золотая осень» более 10 лет считается главным сельхозформом страны. Лучшие современные технологии в области АПК представят на выставке 16 республиканских предприятий аграрного сектора. Посетители экспозиции Кабардино-Балкарии увидят и продегустируют плодо-овощную и консервную продукцию предприятий республики – минеральную воду, молочные продукты, хлебобулочные изделия, растительное масло, вина и коньяки. Представят Кабардино-Балкария и свои знаменитые томаты, полученные из закрытого грунта, и яблоки, выращенные по интенсивной технологии. Наряду с такими предприятиями, как «Велес Агро», «Агроинвест», «Нальчикский молочный комбинат» и «Кондитерская фабрика Жако», участие от республики в выставке примут и два сельскохозяйственных научно-исследовательских института. Деловая часть «Золотой осени» этого года будет связана с государственной программой развития сельского хозяйства в России до 2020 года. А пока в ВВЦ региональные минсельхозы борются за звание лучшего, Федеральное министерство сегодня предложило депутатам сделать сельское хозяйство в стране экологически чистым. Овощи и фрукты без химии с приставкой «эко» должны стать доступными по цене, а рынки их сбыта расширятся. Программа, как сообщает российская газета, уже направлена в Госдуму. В проект закона внесены и особые пункты – единые стандарты экологически безопасного сельхозпроизводства, проведение сертификации таких предприятий и их финансовая поддержка. Продукция «Органик» сегодня набирает популярность в мире, и уже через 8 лет ее оборот, по прогнозам, составит четверть триллиона долларов. Темпы России пока невелики. Доля отечественных производителей на нашем рынке сегодня только 10%. Тем временем в крупных городах покупать овощи, выращенные без химии, готовы две трети населения, рассчитали эксперты. Но магазинов, торгующих экопродуктами, в России немного, а цены в них необоснованно высоки. Литр экологически чистого молока обойдется в 140 рублей, килограмм помидоров – 200, а за молодой картофель придется выложить не меньше 100 рублей. Единственный способ сделать «Органику» более массово, считают в Минсельхозе, – это вывести на российский рынок отечественную продукцию. Театральные трупы Кабардино-Балкарии получат господдержку от главы КБР. Соответствующий указ Арсена Конокова сегодня был опубликован в республиканской прессе. Предоставлять гранты в сфере театрального искусства теперь будут ежегодно. На этот раз их удостоены Государственный музыкальный театр, Кабардинский госдрамтеатр им. Алиша Генцукова и Русский драмтеатр им. Горького. Напомним, три выделяемых на конкурсной основе гранта в размере 500 тысяч рублей каждый были учреждены главой республики в целях усиления господдержки творческих проектов театральных коллективов. Денежные средства присуждаются решениям главы КБР по предоставлению правительства Кабардино-Балкарской республики сроком на один год. В предстоящее воскресенье в 78 регионах России пройдут выборы губернаторские, депутатов областных и городских законодательных собраний, а также мэров городов. В Кабардино-Балкаре к единому дню голосования готовятся территориальные избирательные комиссии Зольского, Черекского и Эльбрусского районов. О том, кого предстоит выбирать жителям Сармакова, Кашхатау и поселка Эльбрус, в нашей программе рассказал зампредседатель республиканского избиркома Сергей Евтушенко. В Сармакова мы будем выбирать четырех депутатов посельского поселения, в Кашхатау будут проходить до выбора одного депутата. Самая острая борьба, по нашим оценкам, будет проходить на выборах главы сельского поселения Эльбрус. Там на сегодняшний день, и это уже окончательно, зарегистрировано пять кандидатов на пост главы сельского поселения и идет сильная агитация. Учитывая конкуренцию среди претендентов по договоренности с Ростелекомом, на всех участках поселка Эльбрус будет установлены видеокамеры. С пятью кандидатами подписываются соглашения о ненарушении законодательства. Напомним, выборы главы поселка Эльбрус должны были состояться 4 марта вместе с президентскими. Тогда голосование отменили из-за отсутствия альтернативы. В российском выборном процессе есть и нововведение. С 1 ноября 2012 вступает в силу новый закон, который устанавливает единый день голосования на 2 воскресенья сентября. Что это значит для нашей республики? В частности, срок полномочий наших депутатов истекает в марте, но в связи с принятием этого закона он будет продлен до сентября. После того, как пройдут выборы, тогда уже полномочия депутатов, которые будут продлены, они будут приостановлены и начнет действовать новый состав парламента, который будет продолжать свою работу. В эти минуты в государственном концертном зале проходит научно-практический семинар по московской богословской декларации, принятой в мае текущего года, в которой оспариваются крайние и радикальные толкования таких понятий ислама, как джихад, такфир и халифат. Декларация, по мнению теологов, должна стать инструментом преодоления крайних позиций в среде мусульманской молодежи. Проводит встречу российский научно-просветительский центр Аль-Васатия, что означает умеренность. В разработке декларации приняли участие самые известные ученые-богословы со всего мира. Декларация, по мнению ее авторов, может поможет разобраться в сути ислама. В ней подчеркивается, что эта религия не несет ни вонь, ни убийств, как это сейчас трактуется некоторыми радикально настроенными молодыми людьми, а служит добрую миру. Кто имеет право обвинять другого человека, то, что он стал кафыром? Ни одному человеку это не дано. Это только Всевышний может об этом сказать. И то, когда он предстанет перед ним, сейчас, алхамдулилля, немного начали понимать. Так вот, это наше собрание тоже послужит тем, что большинство людей... В каждой мечети должна быть вот эта вот декларация и региональных органов власти. Как подчеркивают выступающие на семинаре богословы, молодежь приходит к радикальным взглядам от незнания и призывает прислушиваться только к первоисточнику, только к тому, что написано в Коране, а не к спорным трактовкам, которых в последнее время появилось немало. Сейчас начинается вторая часть научно-практического семинара, где уже на практике собравшимся разъяснят принципы богословской декларации. Более подробно об этом мы расскажем в нашем следующем выпуске. А духовное управление мусульман тем временем вместе с миграционной службой и представителями русской православной церкви занимаются ликбезом для приезжих из стран Ближнего Востока и Азии. В Исламском институте и храме Марии Магдалины уже открыты классы по изучению русского языка. На первом уроке побывала и наш корреспондент Фатима Магомедова. У тебя проблемы есть? Нет. Пока мы учимся русскому языку, у них учимся турецком, у них учимся русском. Совсем скоро за их обучение возьмутся специалисты объекта. Это строящийся исламский центр, на котором работает Равшан и его друзья из Турции, Сирии, Узбекистана, скоро станет местом, где распахнут свои двери классы для жителей дальнего и ближнего зарубежья. Желающие уже есть, не дожидаясь радужных перспектив, они приступили к занятиям уже сегодня. В Исламском университете наряду с остальными русскому языку учат и граждан бывших советских республик. Кто из вас скажет, как вас зовут и откуда вы приехали на русском языке? Меня зовут Ахраму Каимов Олимович. Город Узбекистан. Подобные представители духовенства республик практиковали и раньше. Сегодня, когда УФМС России по КБР обратилась к предложениям о сотрудничестве, серьезно задумались о расширении. С нашей стороны помощь это организовать курсы обучения мигрантов русскому языку, проведение нравственных определенных мероприятий, которые будут способствовать правильному взаимоотношению, правильному поведению тех людей, которые находятся на территории российского государства. Предметом соглашения стали взаимные обязательства УФМС России по КБР, Духовному управлению мусульман и Русской православной церкви. Такое сотрудничество разрешит многие проблемы, поможет свести к минимуму межнациональные конфессиональные конфликты. Надеются представители духовенства. Зная язык общения, по крайней мере, люди уже как-то смогут общаться в обществе, уже занять свое место. Сейчас подобные курсы действуют уже в городе Пятигорске. Международно действуют они. Еще с начала прошлого года начали действовать. Но у нас пока только на стадии становления идет. Организационные вопросы решаются. В Русской православной церкви очередная служба. Тут же в приходе классы, предназначенные для воскресной школы. Вскоре за эти парты сядут жители ближнего и дальнего зарубежья. Не спросят у гостей ни национальности, ни вероисповедания. Духовные лидеры в один голос твердят – право выбора за каждым мигрантом. Всех желающих в неделю либо два раза, либо три раза по мере поступления желающих учиться. Тут вопрос не церковный, вопрос не миссионерства, а это социальный вопрос. Как скоро приступят к занятиям, хватит ли на всех мест запутаться о комфорте своих подопечных специалистов ФМС Кабардино-Балкарии. Миграционная служба России поручила регионам вплотную заняться вопросами обучения. Это все делается для адаптации, интеграции трудовых мигрантов. Необходимо, конечно же, знать русский язык, историю. Поступившие на курсы смогут начать изучение русского языка с самого начала, закрепить уже имеющиеся знания, улучшить произношение, приобрести навыки беглой речи. Все это абсолютно бесплатно. Фатим Магомедов, Заур Канкулов, Вести, Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии продолжается всероссийский конкурс «Лидер 21 века». Выставкой проектов «Гражданская позиция» открыли третий день форума. В республиканском бизнес-инкубаторе участники провели презентацию своих областей и городов. И сегодня же начался предварительный отбор лучших проектов. Чем удивляли экспертов, знает Наталья Булат. На презентацию участникам отводится 7 минут. За это время они должны успеть не только рассказать о цели своего проекта, но и успеть заинтересовать. Причем стараются. Это сделают не только для экспертов, но и посетителей, кто во что гораст. Вот, например, тетрадка. Поднимаем, думали, кто-то потерял. Нет, написано. Верните меня, пожалуйста, в ровесник. Это уже четвертая. Повседневную одежду сегодня сменили на национальную в Тюменской области. Майра Жамтасова, представитель малых народностей. Девушка самостоятельно составила генеалогическое древо сначала родных, а потом и всего казахского народа, вплоть до 28-го колена. Я нашла это замечательное древо, древо вообще всего казахского народа. И у меня получился такой волшебный момент, когда моя работа и как раз становление казахов именно соединились как какой-то пазл. И все это вывелось в одну огромную родословную. Аналогов этому практически я нигде не видела. Свою культуру надо не только беречь, говорит Майра, но и знакомить. С ней другие народы, о достижениях, но уже отдельных личностей. Проект наших соседей, студенты Северо-Осетинского горно-металлургического института. Рассказывают о своих талантливых сверстниках, пишут в студгазете, соцсетях. Приглашают на различные мероприятия задача, показать молодежи, как можно добиться успеха. Если молодежь чем-то занята, у нее не будет времени, не будет мыслей заниматься какими-то дурными делами и чем-то там асоциальным. Мы занимаем молодежь, просто мы стараемся направить ее в правильную сторону. Китайское кимоно на самом деле уловка. Северо-двинцы представляют проект «Пять часов средневековья». Способ заинтересовать подрастающее поколение и запросто заставить изучать свою историю. Мы поморы, поморские традиции, рассказываем про свой край, рассказываем про нашу страну. Самое главное, что показываем на живом примере, как выглядели эти костюмы, как выглядели предметы быта, как это все происходило. Разыгрываем перед ними сценки из жизни, чтобы они видели это вживую, не на картинках учебников. Эксперты признают, предстоит сложный выбор на конкурсе. Свыше ста проектов, каждый из которых по-своему уникален. Ребята все-таки у них не личное на первом месте. Меня это очень радует, потому что мы привыкли говорить сейчас, что наша молодежь все-таки стремится к личному успеху, у нас сбитые ориентиры. Нет, желание не только как-то проявить себя лично, но и сделать, конечно, принести пользу, где-то работать с детьми, работать с молодежью, помогать старшим. Основная защита проектов начнется завтра. Наталья Булат, Адмир Сабанчей, Вести, Кабардино-Балкария. И о спорте сегодня в республику вернулся Заур Кабалоев, борец греко-римского стиля из Лискенского района, уже в новом статусе чемпиона мира. Первенство планеты прошло в Таиланде. В весе до 60 килограммов Кабалоев стал лучшим. Поздравляли его во дворце спорта в Нальчике тренеры-спортсмена и руководство Минспорта республики. 20-летний спортсмен из Кабардино-Балкарии, уроженец селения Азрек Лискенского района, во всех пяти схватках одержал верх над противниками, среди которых, кстати, и именитый серебряный призер прошлогоднего первенства Европы, азербайджанец Равшан Тагиев, серебряный призер первенства мира прошлого года, поляк Якуб Серковский. Что победил, признается, осознал только сейчас, вернувшись в родную республику. Путь к чемпионству был негладким. Первая встреча была самая сложная с представителем из Казахстана. Да, а дальше уже пошло и полегче уже было. Ну, конечно, первая встреча, это и есть всегда, ну, как бы, трудная самая, и надо было просто выиграть. Да и потом уже нельзя было проигрывать, команду нельзя было подводить. Радость победы сегодня с Кабалоевым разделил и личный тренер Мухаммед Шхагошев. Пожать руку новоявленному чемпиону мира приехали представители Минспорта и руководство Лискинского района. Юным борцам тоже удалось пообщаться с победителем. Фото на память и, конечно же, демонстрация решающих в бою приемов. Тренеры отметили, что такой живой стимул для ребят не менее важен, чем тренировки. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать. Новые репортажи уже в 17.30. Следите за новостями Кабардино-Балкарии вместе с нами. До встречи!